Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Сегодня ночью в поселке Северный загорелся частный дом, в котором находилась пожилая супружеская пара. Пенсионерка погибла на месте, ее муж получил тяжелые ожоги и был госпитализирован. Ой, бомжи. Ну не знаю. Такую, мягко говоря, нелестную характеристику жильцы поселка давали своим соседям. По их словам, пожилая пара жила лишь на одну пенсию. Впрочем, это не мешало им хорошо проводить время. Ну там, она с ним шесть лет прожила. Ну, постоянно они упивали. Постоянно. В результате пожара дому был причинен значительный ущерб. Впрочем, и без этой напасти было ясно, что хозяев уже давно не волнует ни судьба строения, ни их собственная жизнь. Очевидно, что сам дом находится в аварийном состоянии и проживать здесь попросту небезопасно. О причинах трагедии говорить пока еще слишком рано. Но, учитывая сам образ жизни хозяев, чего-то подобного можно было вполне ожидать. Света в доме давно уже нет. По словам знакомых, жильцы самовольно подключились к линии электропередачи. Не исключено, что и это могло стать причиной пожара. Только, чтобы провода по полу свет подключились же они сами по себе. От высокой температуры тело хозяйки буквально запеклось в огне. За жизнь ее супруга теперь борются медики. Сегодня утром на улице Максимова загорелся магазин одежды. Для того, чтобы добраться до источника возгорания, пожарным пришлось вскрывать металлическую дверь. От дыма и огня пострадал товар на складе и в салоне торговой точки. Тушение пожара осложнялось тем, что магазин располагается в жилом доме. Дым, который стал проникать в квартиры, заставил жильцов дома забить тревогу. Увидела пламя, я испугалась. Думаю, если газ, такой взрыв. Думаю, что такое, я не поняла. Выбежал быстро в одной сорочке и постучал соседям в дверь. Из-за того, что в помещении магазина находилось много пластика, дым был особенно едким. Огнеборцам пришлось работать в кислородных масках. Сошлись со двора. Открытое горение с той стороны было. Отсюда не было. Плотное задымление. Повышен таксильность. По словам жильцов, в магазине велись монтажные работы. Ксперты уверены, что причиной возгорания стало короткое замыкание. К счастью, люди в огне не пострадали. Они 10 июня только должны открыться. Они там всю ночь что-то делают, шумят, гремят. Внутри пострадавших никого нет. Вот, эвакуировали людей с второго этажа. Скорее всего, короткое замыкание. Неизвестно, был ли застрахован магазин, но теперь его открытие явно перенесется на неопределенный срок. Строительный мусор, рассыпавшийся на проезжей части улицы Горького, стал причиной сразу нескольких ДТП. Водители, не заметившие на дороге кучу кирпича, пробивали колеса и винили в происшествии дорожной службы города. Примечательно, что именно в том месте, где рассыпана куча кирпичей, отсутствует освещение. Большинство автолюбителей замечало строительный мусор буквально в последний момент. А ехала по средней полосе и налетела на кучу камней. Я даже не знаю, что это такое. Я не могла обогнуть, потому что справа и слева были машины. По словам очевидцев, повреждения в этот вечер получили около пяти машин. Большинство водителей попросту меняли колеса и ехали дальше. Впрочем, некоторые автолюбители все же решили дождаться приезда сотрудников ГАИ. Не знаю, ночью в городе выводят мусор строительный, может быть, я не знаю. Но бардак у нас все равно в любом случае. Вероятно, кирпичи выпали из проезжавшего грузовика. Кто будет отвечать за разбитые автомобили, этот вопрос пока остается открытым. Разыскивается ягнюк Антонина Павловна, 1936 года рождения, проживавшая по адресу улица Зорги, дом 77, квартира 148. 3 июня женщина ушла из садового общества «Березка» Зеленодольского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ее приметы. Рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Было одето в белый платок, черное трико, голубую футболку, черный жилет. На ногах калоши. Особые приметы. Отсутствуют верхние зубы. Всех, кто обладает информацией о данном человеке, полиция просит звонить по указанным на экране телефонам. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось.